Привет, друзья! Ставьте лайки, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Остров Бали в последние годы пользуется особенной популярностью у туристов. Каждый день туда прилетают люди с разных уголков планеты. Для одних Бали – просто красивая экзотическая точка, где можно хорошенько отдохнуть. Для других – место, где можно получить духовное возрождение и попросить у острова исполнения самых сокровенных желаний. Как бы там ни было, остров Бали действительно сказочный. Но есть и те, для кого цветущий рай превратился в ад. На Бали живет очень много бродячих собак. То, как живут некоторые из них, в лучшем случае можно назвать существованием. Тысячи питомцев, обреченных на голод и болезни, ведут отчаянную борьбу за выживание. Власти страны вообще не обращают внимание на эту проблему. Местные жители пытаются решить ее собственными силами. Почти в каждом доме на Бали живет собака. Многие островитяне не покупают домашних питомцев, а забирают с улицы. Сегодня мы вам расскажем историю парня Рика из города Денпасар, столицы Бали. В тот вечер он, как обычно, возвращался с работы, как вдруг увидел собаку. Тело животного было настолько скорченным, что парень сначала подумал, будто бы собаки уже не стало. Люди равнодушно проходили мимо. Но Рика остановился и вдруг увидел, что на него смотрит пара воспаленных и уставших глаз. Рика очень удивился, что животному удалось продержаться так долго в живых. Парень сомневался, что плачевное состояние животного еще можно исправить. Но понимал, если сейчас просто уйдет, то не сможет простить себе этого никогда. В тот вечер Рика нашел самого преданного друга, а собака обрела дом. Свою питомицу Рика назвал Хоуп. С английского это имя переводится как Надежда. И ведь действительно Надежда. Надежда, что собака останется в этом мире. Ведь ветеринар, к которому Рика отвез свою находку, сказал, что ее уже не спасти. Конечно, можно было бы попробовать лечение, но это будет дорого стоить. И я не могу дать вам даже малейших гарантий, признался ветеринар. Но Рика не отчаивался. Он верил, что собака выживет и еще сможет насладиться жизнью в сытости и любви. А деньги, разве они что-то значат, когда речь идет о спасении жизни. Ты обязана выжить, серьезно, сказал Рико. И мы посмотрим вместе все эпизоды «Звездных войн». К счастью, забота помогла и истощенное больное животное пошло на поправку. Рика забрал Хоуп домой, но каждый день исправно возил ее к ветеринару. А дома выполнял все его предписания, обрабатывал кожу, покрытую коростой, давал Хоуп лекарства и кормил ее строго по графику. С каждым днем Хоуп становилась все лучше. Она даже начала приходить к Рико и просить поиграть с ней. Абсолютной неожиданностью для Рико стало то, что Хоуп оказалась чистокровной хаски. Для него стало загадкой, кто же выбросил такую дорогую породистую собаку на улицу. Рика знает, что кем бы ни был этот человек, бумеранг за содеянное зло обязательно к нему вернется. Ведь мы в ответе за тех, кого приручаем. Сейчас жизни Хоуп ничего не угрожает. Она очень счастливая и совершенно здоровая собака. Из живого скелета Хоуп превратилась в очаровательную хаски. Даже роскошная шубка отросла. И голубые глаза собаки теперь смотрят на мир не с отчаянием и испугом, а с любопытством. Сейчас Рико делится фотографиями Хоуп в сети. Фолловеры настолько полюбили собаку, что с нетерпением ждут каждую новую историю о ее жизни. А Рика рассказывает их очень часто. Ведь у них с Хоуп очень насыщенный ритм. Часто они путешествуют вместе, гуляют и попадают в разные приключения. А ведь даже страшно представить, какой была бы судьба Хоуп, если бы ее не нашел Рико. Вот так человек и животное обрели друг друга, чтобы никогда не быть одинокими. Пользователи сети оставили Рико множество приятных комментариев. Глядя на таких людей, как вы, понимаю, что у этого мира еще есть шанс. Спасибо вам, Рико. Это очень человечный поступок. О таких героях надо рассказывать детям, чтобы они понимали цену и важность доброты. Я не знаю этого парня лично, но горжусь им. Какая замечательная история доброты. Какая классная собака. Очень красивая. Удачи вам, ребята! На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумное. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.